Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим, Псалом номер 7. Сосредоточьтесь, Псалом мистический, серьезный, глубокий. В первую очередь, все, что говорится в этом Псалме, относится к главным словам избавь и спаси от гонителей. Гонители – это все, что причиняет человеку беду, это враги, это неприятности, это болезни. Поэтому этот Псалом написано, читается, чтобы спасти от клеветы, от клеветников, чтобы спасаться от людской ненависти, от преследования. Обязательно нужно читать этот Псалом. Этот Псалом, написали мудрецы, надо обязательно читать, если у тебя судебное какое-то дело. В день суда или перед судом надо обязательно читать Псалом номер 7. И весь этот день, и все эти дни, которые перед этим будут. Псалом номер 7 – это тайна противостояния Машара Бейну и пяти злых ангелов. Вот эту тему мы пока затрагивать не будем. Это я сказал только для того, чтобы мы поняли, что это невероятного уровня, невероятной высоты. Что практически? Первое – это написано Псалом, который в состоянии поднять больного с постели. В 7 Псалме, 2 Пасук, в нем зашифровано 2 из 72 святых имен Ашема – Юд, Вав, Юд. Это великое имя, которое помогает именно при болезни. И при болезни, при победе над врагами. Особенность этого имени в том, что он, как бы, то, что называется дебур на цацот, отбирает искры, поднимает их, поднимает нас всех. Силой этого имени, написано Машара Бейну, поднял гроб Йосифа из Нила. Резаль учит, что силой этого имени – это рифуаш лима, это выздоровление. Поднимает именно это имя, поднимает больного с постели. И объясняет мудрецы, что когда человек в опасности, или когда он болен, очень важно помочь ему. Прочитать за него молитву, прочитать тегелим. Почему? Потому что в этом состоянии человек не всегда сбалансированные решения принимает, и мысли у него не всегда правильные. И Ари Кадош учит, что гематрия слова «больной холле» равна 49. Из счета дней омеры нам известно, что 49 есть уровней нечистоты, напротив 50 уровней святости. И вот Ари Кадош объясняет, что когда человек болен, у него нет искры, вот этой одной, Шаранун, от врат 50 уровня. Это агематрия, это имени Юд, Ивав Юд, равна 50. И это дает энергию уровню святости, которая поднимает больного и лечит. Кстати, это же святое имя встречается в Торе в Паршат-Наах. Известно же из Медраша, что будучи в ковчеге, Ноах не покормил однажды вовремя льва, и тот ударил, прокусил ему ногу, и Всевышний излечил Ноаха, когда тот вышел из ковчега. Написано в словах, и это были все дни Ноаха, последние буквы образуют имя Юд, Вав Юд. В седьмой псалом, особенно если есть враги, написано, читается этот псалом, повернувшись семь раз, надо повернуться лицом к северу, и читать семь раз этот псалом, потому что мудрецы говорят, что зло приходит с севера, и вот они оставят его в покое. Еще раз повторяю, перед судом. Если конфликт с врагом, написано, надо постоянно читать этот псалом, пока не уладится конфликт, подразумевая в голове, что Бог избавил от гонителей, так как он избавил Давида. Если более мистическая вещь, это надо как бы собрать, читая этот псалом, повернувшись тоже лицом к северу, потом собрать немножко земли, вот на которой ты стоишь, когда читал этот псалом, и то, что называется, кидают в сторону врага. Но это уже такие более глубокие корни. В любом случае, есть очень много причин подтвердить то, что есть случаи, когда больные, поверившие в это, больной, когда читает этот стих, и когда псалом это читают за него, поднимают совершенно невероятные вещи, делают, поднимают больных с постели. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.